Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И сегодня мы говорим, наверное, на самую распространенную в плане томатов, тему, которую мы всегда обсуждаем в августе. Тема, которая всегда у всех на слуху. К сожалению, это фитофтора. И поэтому в этом видео мы поговорим о профилактических мерах, предупреждении развития этой болезни, о начальных этапах проявления и борьбы с ней, и о том, как можно с ней бороться химическими, биологическими и даже народными средствами. В более раннем видео я говорила о том, что практически на протяжении 40 лет российскими учеными было изучено порядка 7 тысяч образцов томатов различного происхождения. И только у 14% из них были установлены относительные гены устойчивости к фитофторозу. Иными словами, абсолютной устойчивости ни одного сорта, ни одного гибрида, ни даже у дикорастущих форм томата на сегодняшний день не существует. Фитофтора достаточно коварный низший гриб, который поражает наши томатные посадки. Ни для кого не секрет, что основными причинами развития данного заболевания являются повышенная влажность, это 90 и выше процентов, также хорошая высокая температура 20-23-25 градусов. И, как правило, сочетание вот этих двух основных признаков, оно дает, к сожалению, такой активный толчок к развитию, к распространению этого заболевания на посадках томатов. Поэтому я еще раз хотела бы напомнить о том, какие существуют предупредительные меры по профилактике развития фитофтороза. Это, конечно же, соблюдение севооборотов, это дезинфекция теплицы, парника, в котором вы выращиваете ваше растение. Также это соблюдение технологий выращивания, то есть мы не высаживаем растения плотно друг к другу, мы постоянно оголяем нижний ярус по мере того, как у нас возревают томаты, постепенно удаляем лишние и листья, и пасынки. Также обязательно проветривание теплицы, ну и профилактические биологические средства защиты, которые мы начинаем вносить буквально от момента зацветания наших растений до полного ухода из теплицы, то есть до конца сезона, с интервалом раз в неделю как минимум. Какие это могут быть биологические препараты? Это всем известные препараты на основе триходермы и сенной палочки. По таблетке аллерина и гомоира, из расчета на литр воды и ведем опырскивание по листу, это также могут быть препараты, такие как фитоспорин, триходермин и другие, которые в своем составе, как я уже сказала, содержат сеную палочку или триходерму. Из химических основных препаратов, которые используются в промышленных масштабах при выращивании томатов, это Акробат, Магникур, например, Ридамил, Голд. То есть препараты с более длительным сроком ожидания, но которые наверняка действуют на подавление, развитие этого страшного заболевания. Помимо биологических и химических существуют, конечно же, и народные средства. Одними из таких средств являются те, которые нам прислала наша постоянная зрительница Наталья. Она рекомендует сделать следующие настои. 100 граммов чеснока измельчаем, настаиваем на протяжении суток, затем это процеживаем, добавляем туда 1 грамм марганцовки и ведем обработку по листу. Также Наталья рекомендует использовать 100 грамм сухого хвоща. Например, его можно приобрести в аптеке, если он у вас не растет где-то в зоне видимости. Также можно использовать 150 грамм растений свежесрезанных, если у вас кислая почва. Хвощ именно на таких и растет. Значит, берем 100 или 150 грамм этого сырья, кипятим на протяжении получаса, затем отстаиваем, доводим этот раствор до объема 5 литров и снова ведем обработку по листве. Фитофтороз, как правило, проявляется в виде коричневых сухих некротических пятен, которым сначала предшествуют более светлые зеленые пятна. Они соединяются в более темные коричневые пятна. Как правило, сначала заболевание поражает листовые поверхности. Также оно может распространяться и на стеблевой аппарат, и будут такие некротические выпады. И при сильном развитии этого заболевания оно может переходить как на зеленое, так и на молочное и даже на красные томаты. И это заболевание имеет стремительный характер развития. Буквально за 3-5 дней при отсутствии должного внимания каких-то предупредительных или лечительных мер может полностью выпасть весь урожай томатов в теплице, потому что пораженные плоды непригодны к употреблению. И если так случилось, что к вам пришла фитофтора, то сильно не расстраивайтесь. Если это начальный этап развития этой болезни, то ее можно блокировать теми препаратами, которые я назвала как минимум в этом видео. Если случилось так, что это заболевание уже максимально развивается в ваших посадках, то тогда, конечно, стоит вопрос о сохранении того урожая, которое успели сформировать ваши томаты. Поэтому не расстраивайтесь, собирайте те томаты, которые наросли, отправляйте их на дозаривание в домашних условиях. И на будущий год планируйте более методичное выполнение всех агротехнических приемов, подбор соответствующих сортов или гибридов с высокой устойчивостью к данному заболеванию. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Радуйте нас своими лайками и подписками. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин